Беседа шестьдесят четвертая Что я много раз говорил, то и теперь скажу Что Христос не столько обращает внимание на собственное достоинство Сколько на наше спасение И не заботится о том, чтобы сказать что-нибудь великое Но то, что может привлечь нас Поэтому высокого и великого в его словах немного Да и то прикровенного и уничиженного обыкновенного Весьма много Так как это последнее больше привлекало То он чаще об этом и говорит Впрочем, он и не всегда говорит уничиженное Чтобы не повредить будущим слушателям своего учения И не умалчивает о нем, чтобы не соблазнить тогдашних Люди, освободившиеся от низких понятий Могут и из одного высокого догмата уразуметь все А те, которые всегда были с понятиями низкими И совсем не пришли бы, если бы не часто слышали уничиженное Ведь известно, что и после этого иудеи не отстают Но бросает в него камни, преследует его Старается умертвить и называет хульником Так, когда он представляет себя равным Богу Они говорят Он богохульствует Марка 2.7 Иоанна 10.33 А когда сказал Отпущается тебе грехи твои Марка 2.9 Называет его даже беснующимся Точно так же, как и тогда, когда сказал Что слушающие слова его превыше смерти Иоанна 8.51 Равным образом они оставляют его Когда он сказал Я в отце и отец во мне 10.38 И соблазняется, когда он говорит о себе Что сошел с неба Если же они не терпели таких слов И тогда, как они произносились редко То, конечно, еще менее стали бы внимать ему Если бы речь его всегда была высокою И вся из таких слов составлена Между тем, когда он говорит Как заповедал мне отец Так и говорю 8.28 И так же Не от себя пришел 7.28 Тогда они веруют И что именно? Тогда Видны из слов евангелиста Который Означая Это говорит Это ему говорят Сказал, когда он Многие уверовали в него 8.30 Итак, если уничиженные речи Привлекали к вере А высокие отдаляли от нее То не крайне ли безумно Не думать, что вся причина уничиженных Состоит в том Что они говорены были Приспособительны к слушателям Так и в другом месте Он хотел было сказать нечто великое Но умолчал, указав на эту причину Словами Да не соблазним их Иди на море И брось уду Матфея 17.27 То же самое делает он и здесь После того, как сказал Я и знал, что ты всегда услышишь меня Но сказал себе для народа здесь стоящего Чтобы поверили Наши ли это слова Человеческое ли это предположение Значит, если бы кто Из написанного не мог убедиться Что соблазнялись речами высокими То может ли он слыша Как сам Христос свидетельствует Что он для того говорит уничиженно Чтобы они не соблазнились Может ли еще думать Что его уничиженные слова Были делом его естества А не снисхождения Так и в другом месте Когда слышен был голос свыше Он сказал Не меня ради Был голос сей Но вас ради 12.30 Впрочем, великому можно многое говорить О себе уничиженно Но уничиженному неприлично Возвещать о себе что-нибудь великое и высокое То бывает по снисхождению Имеет свою причину в немощи слушающих Или лучше для того, чтобы расположить К смиренно мудрию Чтобы убедить, что он облечен плоти Чтобы научить слушателей Не говорить о себе ничего великого А также потому, что слушатели считали его Противником Божиим Не верили, что он пришел от Бога Думали, что он разоряет закон Завидовали ему И враждовали против него За то, что он называл себя равным Богу А когда кто сам по себе незначительный Говорит о себе что-нибудь великое То для этого нет никакой причины Ни благовидной, ни неблаговидной Это будет только безумием Бесстыдством И непростительной дерзостью Итак, для чего Христос говорит уничиженно При своем неизреченном и великом Существе Как по вышесказанным причинам Так и для того, чтобы не сочли его нерожденным Так и Павел По-видимому, боялся чего-то подобного Почему и сказал Кроме покорившего ему все 1 Коринфянам 15.27 Действительно, нечестиво даже и помыслить это Если бы с другой стороны Он был меньше родившего и иного существа А между тем его почли бы равным То не сделал ли бы он всего Чтобы не считали его таким Но он поступает напротив Говоря Если не творю дело отца моего То не верьте мне 10.37 Равным образом и тогда Когда говорит Я в отце и отец во мне 14.10 Он указывает нам на равенство И ему следовало бы со всей силой Опровергнуть это Если бы он был меньше И решительно никогда не говорить Я в отце и отец во мне Или Я и отец Езины 10.30 Или Видевший меня видел отца 14.9 А между тем Он, когда у него была речь о силе Говорил Я и отец одно И когда была речь о власти Опять говорил Как отец воскрешает мертвых И живит Так и сын Кого хочет оживляет 5.21 Но этого он не мог бы делать Если бы был другого существа А если бы и мог То ему не следовало бы этого говорить Чтобы не подумали Что у них Одно и то же существо Если для того Чтобы не считали его Противником Богу Он часто говорит И то Что ему не свойственно То тем более Следовало поступить так В том случае Но он и словами Да чтут сына Как чтут отца 5.23 И словами Дела, которые он творит И я так же творю И тем, что называет себя Воскрешением и жизнью И светом миру Показывает, что он равен родившему И утверждает то предположение Какое составили себе иудеи Видишь ли, как много он говорил Чтобы защитить себя в том Что он не разоряет закона А мнение о равенстве Своем с отцом Не только не опровергает Но и утверждает Так и в то время Когда они сказали Ты говоришь хулу Потому что творишь себя Богом Он подтвердил это Указав на равенство дел 4.30 Но зачем я говорю о том Что сын так поступал Говорил о себе уничиженно Когда и отец Не восприявший плоти Делает то же самое И он ради спасения Слушающих Попустил сказать о себе Много уничиженного Так слова Адам Где ты Бытие 3.9 И сойду и посмотрю Точно ли они поступают так Каков вопль на них 18.21 И ныне познал Что ты боишься Бога 22.12 И будут ли они слушать Или не будут Иезекииля 3.11 И А если бы Было сердце их таково У народа сего Трозакония 5.29 А также Нет подобного тебе В Богах Иных Господи Псалом 85.8 Это и многое другое подобное Встречающееся в Ветхом Завете Очевидно Недостойно величества Божие И об Ахаве Также сказано Кто соблазнит Мне Ахава 2.Фарлипоминон 18.19 Да и самого себя Всегда ставят Выше языческих богов Через сравнение Себя с ними Все это Недостойно Бога Но достойно В других отношениях Он столько Человека любив Что для нашего спасения Пренебрегает выражениями Подобающими Его достоинству Ведь и то самое Недостойно Что он садился Человеком Что принял Зрак раба Что произносил Уничиженные речи И облачался В смиренной одежде Недостойно Если кто станет Смотреть На его величие Но достойно Если кто Помыслит О неизреченном Богатстве Его человеколюбия Но есть и другая Причина Уничиженности Его речей Какая именно Та что Отца знали И исповедовали А его Не знали Поэтому он Часто обращается К отцу Так как Его уже Исповедовали А сам он Как будто Еще не был Достоин веры Не по собственной немощи Но по неразумии Слабости Слушателей Поэтому он Молится И говорит Отче Славлю тебя Что ты услышал Меня Ведь если он Кого хочет Оживляет Иоанн 5.21 И живит Так же как отец То для чего Обращается С молитвой Но уже Время Приступить К самому Предмету И так Отняли Камень От пещеры Где лежал Умерший Иисус Возвел Отче К небу И сказал Отче Благодарю Тебя Что ты Услышал Меня Я и знал Что ты Всегда Услышишь Меня Но Сказал Съедли Народа Здесь Стоящего Чтобы Поверили Что ты Послал Меня Спросим Еретика От молитвы Леон получил Силы Другой Он без молитвы Совершал Говоря Например Тебе Говорю Демон Выйди Из него Марка 9.25 Еще Хочу Очистить Марка 1.41 Также Возьми Одр твой Иоанна 5.9 И Отпускаются Тебе Греки Твои И говоря Морю Умолкни Перестань Марка 4.39 Да и Чем Он будет Больше Апостолов Если и Сам творит Чудеса Через Молитву Притом Иоанне Не все делали По молитве А часто Без молитвы Призывая Имя Иисуса Если же Имя Его Имело Такую силу То как Он Сам Мог Нуждаться В молитве А если бы Он Нуждался В молитве То и Имя Его Не имело Бы силы И Нуждался Льв В какой Молитве Когда Творил Человека Не велико Ли там Равночестие Сказано Ведь Сотворим Человека Бытие 1.26 Да и Что было бы Немощь Если бы Он нуждался В молитве Но посмотрим Какая Это и Молитва Отче Славлю Тебя Что ты Услышал Меня Кто Когда Нибудь Молился Так Прежде Чем Сказал Что Нибудь Говорил Славлю Тебя Показывай Тем Что Не нуждается В молитве Да Я и Знал Что Ты Всегда Меня Слышишь Это Он Сказал Не потому Что Сам Не мог Но Потому Что У Них Одна Воля Но Для Чего Он И Принял Вид Молящегося Послушай Не Меня Не Его Самого А Как Говорит Он Сие Сказал Для Народа Здесь Стоящего Чтобы Поверили Что Ты Послал Меня Не Сказал Чтобы Имели Веру Что Я Меньше Что Я Имею Нужду В помощи Свыше Что Без Молитвы Не Могу Сотворить Но Что Ты Послал Меня А Между Тем Молитва Означает Все Это Если Будем Просто Понимать Ее Не Сказал Ты Послал Меня Немощного Знакомого С рабством Не Делающего Ничего Собственной Силою Но Оставив Все Это Чтобы Ты Не Предполагал Ничего Подобного Представляет Истинную Причину Молитвы Именно Чтобы Не Считали Меня Противником Божиим Чтобы Не Говорили Что Я Не От Бога Чтобы Показать Божиим Как бы Так Говорит Он То Не Последовало Бы Это Чудо А Выражение Услышал Употребляется И о Друзьях И о Равночестных Я Знал Что Ты Всегда Меня Слышишь То Чтобы Совершилась Моя Воля Для Этого Мне Не Нужна Молитва Но Она Нужна Чтобы Убедить Что У Тебя И У Меня Одно Хотение Для Чего Молишься Для Немощных И Неразумных Сказав Это Он Возвал Громким Голосом Лазарь Иди Вон Почему Он Не Сказал Во Имя Отца Моего Гриди Вон Почему Не Сказал Отче Воскреси Его Почему Напротив Оставив Все Это И Приняв На Себя Вид Молящегося Он Показывает Своё Могущество И Это Дело Его Премудрости В словах Высказывает Исхождение А в делах Власть Так как Ни в чём Другом Не могли Обвинить Его Как только В том Будто Он Не От Бога И Этим Именно Обощали Народ То Вот Это Самое Он С Особенной Очевидности И Показывает В своих Словах И Притом Так Как Того Требовала Их Немощ Он Мог Иначе Показать Согласие Своё С Отцом А Вместе Собственное Достоинство Но Народ Не мог До того Возвыситься Лазарь Иди Вон Говорит Он Сообразно С тем Что Прежде Сказал Приходит Час Когда Мёртвые Услышат Голос Сына Божия И Услышавшие Оживут 5.25 Чтобы Ты Не Подумал Что Он От Другого Получил Силу Он Наперёд Сказал Тебе Об Этим А Потом Доказал Самым Делом И Не Сказал Воскресе Но Иди Вон Обращаясь К Мёртвому Как К Живому 4.32 Что Может Сравниться С такой Властью Но Если Он Совершает Это Не Собственной Силою То Он Будет Иметь Большего Предапостолами Которые Говорят На Нас Что Смотрите Как Будто Своей Силой Или Благочестием Сотворили Этого Ходить Диане 3.12 Если Действуя Не Своей Силою Он Не Присовокупляет Того Что Говорили О себе Апостолы То Они Будут Некоторым Образом Даже Более Его Любомудрствующими Потому Что Отклонили От Себя Славу И В Другом Месте Мужи Что Вы Делаете И Мы Подобные Вам Человеки Диане 14.15 Таким Образом Апостолы Ничего Не Делавшие Собственной Силою Так И Говорили Чтобы Убедить В Этом Уже Ли Он Зная Такое О себе Мнение Не Проверг Б Его Если Б Точно Действовал Не Своей Властью Но Кто Может Утверждать Это Между Тем Христос Поступает Напротив Говоря Ради Народа Стоящего Вокруг Чтобы Имели Веру Так Что Если Б Веровали То Не Было Б Чего Он В Народе Поставляет Причину Молитвы Почему Даже Не Сказал Да Веру Имеют Что Я Неравен Тебе Это Именно Следовало Бы Сказать В Соответствие Бывшему О нем Мнению Когда Подозревали Его В Нарушении Закона Он Прежде Чем Они Сказали Что Нибудь Произнес Эти Слова Не Думайте Что Я Пришел Разорить Закон Матфея О Количности И Загадки Довольно Было Сказать Я Неравен И Тем Решить Дело Что Ж Скажешь Не Говорил Леон Что Я Не Творю Воли Моей Яна 6 38 Но И Это Говорил Прекровенно Приноровительно К Их Немощи И По Той Причине По Которой Была И Молитва Что Ж Значит Что Ты Услышал Меня Значит Что У Потому Что В этом Случае Было Бы Не Только Бессилие Но И Незнание Если То Есть Прежде Молитву Он Не Знал Что Бог Услышит Его Если Не Знал То Как Говорил Иду Чтобы Разбудить Его А Не Сказал Иду Помолиться Отцу Чтобы Он Разбудил Его Как Говорю Эти Слова Означают Не Немощ Но Единомыслие Так И Слова Применительны К Мнению Иудеев Если Он Знал И Не Был Немощ То Ясно Что Он Для Того Говорил Уничиженные Слова Чтобы Ты По Крайней Мере Уничиженности Их Убедился И По Неволе Признал Что Они Сказаны Не По Сообразности С Его Достоинством Но По Снисхождению Что Ж Враги Истины Не По Немощ Слушатели Говорят Христос Сказал Услышал Меня Но Чтобы Показать Своё Превосходство Но Это Значило Бы Не Показать Превосходство А Крайне Унизить Себя И Обнаружить Что Ничем Не Больше Человека Молиться Несвойственно Богу Ни Тому Кто Восседает Вместе С Ним На Престоле Видишь Лишь Что Он Ни Почему Другому Стал Молиться Как Только По Их Неверию Но Посмотри Как И Самое Дело Свидетельствует О Его Могущести Он Возвал И Вышел Умерший Обвитый По рукам И ногам Погребальными Пеленами Лицо Его Обвязано Было Платком Иисус Говорит Им Разъезжите Его Пусть Идет Потом Чтобы Такое Дело Не Показалось Обманом Чувств А То Что Связанный Вышел Казалось Чудным Не Имени Самого Воскресения Он Повелел Разрешить Его Чтобы Они Прикоснувшись К Нему И Подойдя Близко Увидели Что Это Именно Он И Сказал Разъезжите Его Пусть Идет Видишь Ли Как Он Далек От Тщеславия Не Уводит Его Не Повелевает Ходить С Собой Чтобы Не Показаться Кому Нибудь Тщеславным Так Он Был Скромен Когда Чудо Совершилось Одни Удивлялись А другие Пошли И Сказали Фарисеям Что Ж Фарисеи Вместо Того Чтобы Изумиться И Подивиться Совещается Убить Его Его Который Воскресил Мертвого Какое Безумие Думали Придать Смерти Того Кто В телах Других Побеждал Смерть Первосвященники Фарисеи Собрали Совет Тогда И Говорили Что Нам Делать Этот Человек Много Чудес Делает Стих 47 Еще Называет Его Человеком Получивший Такое Удостоверение В Его Божестве Что Сделаем Следовало Уверовать Послужить И Поклониться И Уже Не Почитать Его Человеком Если Оставим Его Так То Все Уверуют В Него И Придут Римляне Обладеет И Местом Нашим И Народом Стих 48 Что Такое Замышляет Они Сделать Хотят Уже Возмутить Народ Как Будто Им Угрожает Опасность По Подозрению В Похищении Верховной Власти Как Скоро Говорят Римляне Узнают Об Нем Как О Предводителе Народа Они Заподозрят Нас Возьмут И Разрушат Наш Город Почему Скажи Мне Разве Он Учил Измене Не Заповедовал Ли Он Давать Дань Кесарю Не Хотели Ли Вы Сделать Его Царем И Он Скрылся Не Скромно Ли Простую Проводил Он Жизнь Не Имея Ни Дома Ничего Либо Подобного Очевидно Они Говорили Так Не Из Опасения Но Из Зависти И Однако Что-то Случилось Хотя И Против Их Ожидания Римляне Взяли И Народ И Город Взяли Потому Что Они Повиноваться Начальству Тот Конечно Не Замышлял Присвоить Себе Верховную Власть Напротив Уничтожал Всякое Покушение На Присвоение Власти Мы Говорят Заключаем Так Попрежде Бывшим Но Те Учили Возмущение А Он Напротив Видишь Ли Что Их Слова Были Притворны В самом деле Высказывал Ли Он Что Нибудь Подобное Вводил Ли Он Страшных Но Чтобы Не Подать Видо Что Они Говорят По Внушению Своей Страсти Они Утверждают Что Весь Город Находится В опасности Что Обществу Угрожают Беды И Что Они Боятся За Последствия Не Это А Противное Этому Было Причиной Вашего Плен Настоящего От Римлян И Вавилонского И Того Который Был Там При Антиохе Не То Что У вас Были Люди Почитающие Бога Но То Что Между Вами Были Неправедные Прогневляющие Бога Вот Что Сделало Вас Пленниками Но Такова Зависть Она Ослепив Однажды Душу Не Позволяет Ей Видеть Ничего Должного Не Учил Ли Быть Кроткими Когда Ударят В одну Щеку Обращать И Другую Великодушно Переносить Обиды И Показывать Больше Готовности Терпеть Зло Чем Сколько Другие Бывают Склонны Делать Это Это Скажи Мне Свойственно Тому Ли Кто Замышляет Похитить Верховную Власть Не Тому Ли Напротив Кто Уничтожает Всякое Покушение На Присвоение Власти Страница 435 Но Как Я Сказал Зависть Страшное Зло И полна Лицемерия Она Наполнила Вселенную Бесчисленными Бедствиями От Этой Болезни Судилище Наполнены Подсудимыми От Ней Страсть К Славе И Стяжанию От Ней Властолюбие И Гордость От Сюда На Путях Преступные Разбойники И На Морях Грабители От Сюда Убийство Вселенной От Сюда Разделение Нашего Рода Как Не Увидя Зло Знай Что Оно От Зависти Она Вторлась И В Церкви Она Издана Была Причиной Множества Зол Она Породила Сребролюбие Эта Болезнь Извратила Все И Раслила Правду Сирахов 20 Глава 29 Стих Угощение И Подарки Ослепляют Глаза Мудрых И Как Бузда В Устах Отвращает Обличение Она И Свободных Делает Рабами Об ней Мы Каждый День Беседуем Но Нет Никакой Пользы Мы Бываем Хуже Зверей Грабим Сирот Обираем Вдовиц Обижаем Бедных Прилагаем Горю Горя Мехея 7 глава 2 стих Не Стало Милосердных На земле Нет Правдивых Между Людьми Все Строят Ковы Чтобы Проливать Кровь Каждый Ставит Брату Своему Сеть И Нам Теперь Время Плакать Или Лучше Следует Каждый День Говорить Эти Слова Ничего Не Достигаем Мы Мольбами Ничего Советами И Увещаниями Поэтому Остается Только Плакать Так И Христос Поступил Когда Иерусалимляне После Многих Его Увещаний Нисколько Не Воспользовались Ими Он Плакал О Их Ослеплении Так Поступают И Пророки Так Следует И нам Ныне Сказать Иеремия 9 Глава 17 Стих Так Говорит Господь Саволов Подумайте И позовите Плакальщиц Чтобы Они Пришли Пошлите За искусницами В этом Деле Чтобы Они Пришли Может Быть Через Это Мы В состоянии Будем Исцелить От Болезни Тех Которые Хищением Строят Светлые Домы И Приобретают Поля Благовременно Плакать Но и вы Ограбленные И обиженные Примите Участие В моем Плаче Присоедините К своему Плачу И мои Слезы Но будем Плакать Не о себе Самих А об них Не вас Они Обидели А себя Погубили Вы За обиду Получите Царство Небесное А они За неправильное Приобретение Гиенну Поэтому Лучше Быть Обиженным Нежели Обижать Будем Плакать Об них Но не Человеческим Плачем Освященного Писания Которым Плакали И пророки Восплачем Горько Сысая И скажем Горе Вам Прибавляющее Дом К дому Присоединяющее Поле К полю Так что Другим Не остается Места Как будто Вы одни Поселены На земле В уши Моих Сказал Господь Саваоф Многочисленные Домы Эти будут Пусты Большие И красивые Без жителей Восплачем Вместе с Наумом И скажем С ним Горе Созидающему Дом Свой В высоту Или лучше Будем плакать Об них Так как Сам Христос Оживших В то время Говоря Горе Вам Богатые Ибо Приняли Уже Мзду Вашу Утешение Ваше Лука 6.24 Так умоляю Станем Непрестанно Плакать И мы А если Не будет Неприлично То станем Даже ударять Себя в грудь При виде Беспечности Братьей Не станем Оплакивать Того Кто уже Умер Но будем Оплакивать Хищника Корыстолюбца Сребролюбца Ненасытного Зачем Плакать Об умерших Которым Нельзя Принести Никакой Пользы Будем Плакать О тех Для которых Еще Возможна Перемена Но в то Время Как мы Плачем Они Может быть Смеются И это Достойно Слез Что они Смеются Над тем О чем Следовало Бы Сокрушаться И если Бо Они Сколько Нибудь Тронулись Нашими Рыданиями То Следовало Бы Перестать Рыдать В надежде На их Исправление Но так Как они Остаются Бесчувственными То и Мы Будем Продолжать Плакать Не просто О богатых Но о Сребролюбцах Лихаимцах И хищниках Богатство Не есть Зло Его Можно Употреблять Использую Если Например Мы Тратим Его На Нуждающихся Но Зло Любостяжание Оно Приготовляет Нескончаемые Казни И так Станем Плакать Может Быть От этого И будет Какое Нибудь Исправление Если Впавшие В этот Грех И не Освободятся От него То Может Быть Другие Не Подвергнутся Этому Злу Но Остерегутся От него Но Дай Бог Чтобы И те Освободились От этой Болезни И Никто Из Нас Не Подвергся Ей Чтобы Всем Вообще Сподобиться Обетованных Благ По Благодати И Человеколюбию Господа Нашего Иисуса Христа Которому Слава Во Веки Веков Аминь